Всем респект, братва! С вами Мародёр 120 часов, Старфилд, и сегодня я пойду против системы. Вау! Да, я решил сделать ролик о Старфилд, которая, по идее, уже никому не всралась. Но знаете, что самое интересное? Я начал писать этот сценарий ещё до того, как поиграл в последнее дополнение, и поначалу я собирался дефать игру. Однако, когда я прошёл дополнение, я почти передумал говорить что-то хорошее об этой игре. Но давайте по порядку. Старфилд уж точно нельзя назвать успехом беседки. По крайней мере, если говорить про имидж. Озовы игроков в стиме у их последней игры не дотягивают и до 60% положительных. На Тодда Говарда за последний год вылилось столько хейта, что он, наверное, уже скучает по временам, когда его чмырили в школе и отправляли подальше в шахматный клуб. И вот спустя год после релиза к игре выходит новая DLC, и реакция на него примерно такая. О боже мой, да всем насрать! После релиза дополнения, онлайн у игры вырос совсем чуть-чуть. И я думаю, в основном он состоит из тех бедняк, которые, как и ваш покорный слуга, купили делюксы здания. Но мы лохи или мы не лохи? Я должен выяснить это для себя. Ты лох. А вы? И я лох. Забегая чутка вперёд, сразу немножечко спойлерну. Всем похорь на это дополнение совсем не зря. Однако, вопреки мнению того, что я тут у себя на канале занимаюсь профессиональным хейтом, я напомню, что в своём обзоре игры год назад я нашёл-таки, за что можно похвалить Старфилл. Ты дурак что ли, эй? На самом деле, я просто не люблю подход а-ля iXBT, которые как раз продают хейт своей аудитории. Я считаю, что конструктивная критика, которой всецело беседка и её последняя игра заслужили, не равна обычному поливанию игры помоями. И в наше время, когда огромное количество релизов страдают от низкого качества, подобной торговлей хейтом занимаются ленивые популисты, которые на самом деле не особо в играх разбираются, а просто поддакивают общему вою. С другой стороны, существуют также горе-блогеры, или, как они и сами себя называют, игражуры, которые занимаются обратным, хвалят откровенную халтуру. Ну и никто, конечно же, не отменял продажных стримеров. Очень красиво. Очень красиво. Хотелось быть с вами совсем откровенным, то в мире существует такое правило. Был бы товар, а покупатель найдётся. Так что даже если вы придёте на рынок с баночкой своего свежайшего кала и выставить его на продажу, есть немалый шанс, что его кто-то купит. А может даже и похваль этого качества. Посмотрите хотя бы на смуту. Несмотря на явную для многих халтуру, всё ещё находятся те, кто оправдывает этот шлак у меня в комментариях. Хоть таких и меньшинство, конечно. Возможно, про них когда-нибудь Netflix-сериал снимет. Долбоёбы. И вот мы в итоге наблюдаем одних, которые восхваляют, и других, которые хейтят. А ведь истина, как это часто бывает, находится где-то посередине. Но я готов признать основную проблему. Индустрия действительно в последнее время слишком уж часто подкидывает нам какую-то парашу. Это касается как технического состояния большинства релизов, так и наполнения, где часто больше внимания уделяют разнообразию и инклюзивности, а не сюжету и геймплею. Из-за этого уставший от потока говна геймера ударяется в крайности и не замечает достоинства одних игр и недостатков других. В ролике про Black Myth в Уконг я уже рассказывал, как та же Dragon's Dogma 2 подверглась хейту из-за плохой оптимизации, а в Уконгу, в свою очередь, это простили. Просто потому, что там нету повесточки, и подобные ситуации я считаю несправедливыми. Поэтому, несмотря на подобные негативные тренды, я в своих видео всегда призывал и до сих пор призываю сохранять холодный разум. Стоит помнить, что у каждой игры есть и недостатки, и достоинства, и одно никак не отменяет другое. Понятное дело, что в одной игре недостатков может быть больше, чем достоинств. И наоборот. Однако, в случае со Starfield мы получили примерно 50 на 50. Тут как бы понятно, что мистер Тодд Говард сам виноват в том, что превратился из создателя игр в лгущего на презентациях маркетолога, который льет в лучи геймеров литры сладких речей, где все приукрашено, преувеличено, ну короче, все по правилам маркетинга. А геймеры потом разочаровываются на релизе, не найдя в игре всего обещанного. А ведь по-хорошему, единственная игра беседки, которая реально являлась халтурой, это была Fallout 76. Вот там хейт был заслужен на 100%. Либо нам выдали огрызок игры, а попросили за это полный ценник. В итоге отзывы у неё на старте были хуже, чем у Starfield. Беседка её, конечно же, со временем привела во вменяемое состояние, и в данный момент в стиме у игры аж 75% положительных отзывов. Однако, как говорится, осадочек остался. И вот про ситуацию с Fallout 76 из её масштабов в основном многие сейчас помнят. А ведь и предыдущие игры от Ода Горда и Беседки также традиционно подвергались хейту и критике на старте. И начало эта традиция берёт аж со времён Обливиона. Да, сейчас Обливион — это просто кучка мемов с диалогами NPC. А в год выхода всем было не до смеха. Искусственный интеллект игры сильно критиковали и впервые обратили внимание на невыполнение обещаний дадюшки Тодда. Хейтили из Скайрим за линейность квестов, однобразие данжей, банальный сюжет и плохую боёвку. И уж тем более хейтили четвёртый Fallout. Вспомните, сколько ругали систему диалогов, прокачку и опять же сюжет. И все эти игры со временем из негативных отзывов вылезали в положительные. Что-то допиливала Беседка, что-то допиливали Мододелы. Так что, казалось бы, то, что происходит со Starfield — вполне стандартная ситуация. Это классика, блядь! Но, к сожалению, со Starfield всё не так просто. Если с другими играми стандартная схема Беседки сработала, со временем хейт забывался, многие люди покупали игру по скидке спустя некоторое время после релиза, в ней уже были пофикшены многие проблемы, а остальные проблемы исправили модами. В итоге люди играют и понимают, что игра-то не так плоха, как её изначально ругали. Потому что, объективно, в играх Беседки всегда был свой шарм, который заставляет нас проводить в их, вроде бы, кривых играх сотни часов. И поверьте мне, он есть и в Starfield. Однако, если вы думаете, что я сейчас буду нализывать очко Тодда, расцеловывать Starfield, не переживайте, я не Антоша, и никто мне чемодан денег не заносил. Игру, конечно же, есть за что критиковать, и в этом я себе не откажу. Особенно это касается последнего дополнения. К сожалению, тут я уже не уверен, что Тодда когда-то смогут простить за Starfield, и сегодня расскажу почему. Тем не менее, всегда стоит помнить, что даже в этой игре присутствует то, за что её можно похвалить. И об этом я вам тоже расскажу. А также, внимание, сейчас я сделаю ещё одно очень громкое заявление. Starfield за этот год действительно стал лучше. Да, Беседка это вам не CD-проекты, которые выпустили огромное количество патчей, значительно улучшив все аспекты Cyberpunk 2077 после релиза. А также выпустили пусть и одно, но продолжительное и очень интересное дополнение. Нет, Беседка, к нашему великому сожалению, не пошла по их стопам. Однако, они всё-таки прислушались к большому количеству критики и попытались что-то исправить. Но помогло ли это с собой игре, с этим тоже попытаемся сегодня разобраться. Итак, как вы уже поняли в этом видео, я хотел бы вернуться ко всеми ненавидимые поделки Беседки и обсудить с вами Starfield. Ну и к тому же у нас даже есть официальный повод, релиз дополнения Shattered Space. А я ещё заплатил, между прочим, за делюксы здания грёбаных 8 тысяч рублей, так что мне надо как-то их отбивать. Буду превращать их в контент. Короче, в этом видео я расскажу, что изменилось в игре спустя год после релиза, что осталось прежним, почему многие не поняли эту игру и кто в этом виноват. Также обсудим с вами последнее дополнение и сделаем выводы. Стоит ли играть в Starfield в 2024 году? Этот ролик получился сильно длиннее, чем мои обычные видео. И если вам нравится такой более основательный подход к созданию контента, я буду очень благодарен за актив под видосом в виде ваших щедрых лайков, комментов и подписок, дабы показать алгоритмам Ютуба, что видео всё-таки годное. Ну а самых активных и красивых я, конечно, всегда жду, во-первых, у себя на Твиче, где стримы проходят практически каждый день. Конечно же, залетайте в телегу, чтобы быть в курсе новостей канала и игровой индустрии. Ну и если вы захотите поддержать мой контент, вы можете подписаться на Boosty, буду всем очень благодарен. Я там, между прочим, выкладываю неудачные дубли со всех роликов, в том числе будет и с этого ролика. Заранее всех благодарю за актив, а мы погнали дальше. И давайте, чтобы сразу удовлетворить тех ребят, которые не хотят слушать про Starfield ничего хорошего, я расскажу о том, чего беседка не исправила за год после релиза. К сожалению, большинство фундаментальных проблем игры осталось как раз без изменений. Я думаю, что мне не стоит говорить о том, что загрузочные экраны никуда не делись. Кто-то думает, что проблема загрузочных экранов не такая серьёзная, но это не так, и я расскажу почему. Однако большинство, конечно же, согласны с тем, что это один из самых важных недостатков игры. И, видимо, от них беседка сможет избавиться только с переходом от своего движка Creation Engine на что-то новое. То есть никогда. Этому не бывать. И хотелось бы мне вам сказать, что я просто пошутил, но, к сожалению, это не так. Судя по словам главного геймдизайнера Скайрима, Брюса Несмита, который дал интервью сайту Видеогеймер. Перед компанией пока не стоит цели переходить на какой-либо другой движок, в частности, на популярный Unreal Engine 5. Хотя это бы, конечно, снизило технические недостатки их игр. Он объясняет, что это стоило бы компании очень много времени и средств. Замедлило бы разработку новых игр, и всё это очень рискованно. Вот что он сказал в интервью. Да, преимущество тут в том, что с переходом на новый движок вы избавляетесь от большого количества так называемого технического долга. Если что, технический долг — это такое понятие в разработке, когда руководители команд откладывают внедрение новых функций и возможностей, упрощают решения, соглашаются на неидеальную производительность, чтобы ускорить процесс разработки. Грубо говоря, сейчас сделаем, потом исправим. Похоже на беседку, не правда ли? Ой, шик. Если говорить на более простом языке, это количество недочётов, которые обычно потом исправляют костылями. И вот вроде бы Брюс согласен, что этого будет меньше, но далее он говорит. Да, вы избавляетесь от многих проблем, накопленных со временем. Есть части движка Game Braille, которые, думаю, Bethesda уже не может исправить, потому что исходный код просто устарел. Приходится использовать то, что имеется. Но спорить о том, какой движок лучше использовать, на самом деле, не так важно. Движок — это всего лишь инструмент для создания игры. Если игра хорошая, неважно, на каком движке она сделана. Играем в хорошую игру, и всё. Ты дегенеративный кредит, только не понимаешь, что ты говоришь вообще. Судя по этому интервью, разработчики Bethesda не понимают основную проблему загрузоченных экранов в Старфилде. Ведь их проблема не столько в том, что игра из-за них выглядит просто устаревшей, и постоянные загрузки раздражают. Основная проблема загрузоченных экранов в том, что они мешают погружению в игру. Причём геймеры же не против того, что в игре в целом есть загрузки. Ну боже мой, ну замаскировать же их как-то можно. Почему не постараться-то? И, конечно, проблема тут в движке. И если в том же Скайриме или Фоллауте эта проблема стоит не так остро из-за меньших масштабов, то в Старфилде она в итоге сделала из Bethesda посмешище. Сколько можно, блядь? И если Bethesda не пересмотрит своё отношение к этой проблеме, думаю, мы с вами ещё будем бомбить над загрузочными экранами в Тест-6 году, это к 2030-м. Ну пиздец. Ну хватит о движке, давайте поговорим о других проблемах игры. За год после релиза Bethesda, естественно, никак не смогла улучшить космогеймплей, которого в целом в игре очень мало. Да, как я говорил в своих предыдущих видео, Старфилд это вообще игра не про космос. Космических боёв в игре мало, а интересных из них ещё меньше. Нормального передвижения по космосу нету вовсе. Вы можете прилетать к станциям на орбитах планет и, собственно, прыгать по этим орбитам через карту и загрузочные экраны. Это всё крайне печально, потому что если бы с этим аспектом беседка хоть немножко заморочилась, хоть как-то замискоровала бы общую примитивность космического геймплея, игру бы так сильно не хейтили. А так космогеймплей вроде бы как бы и есть, но на самом деле нет. И да, в очередной раз тут проблема в сладких речах Тодда Говарда, который обещал нам космическую игру, а мы в итоге получили Старфилд. Получилась хуйня. Ещё одна из фундаментальных проблем игры, это, конечно же, проблема процедурно генерируемого однообразия. Планеты, на которые мы приземляемся, отличаются только внешкой и гравитацией, ну и, понятное дело, набором ресурсов. В остальном, какой-то принципиальной разницы между ними нет. Активности на них примерно одинаковые. Можно собрать рейсы, можно поформить форпосты с бандюгами, порыскать в одинаковых пещерах, поискать лут, посканировать планету, что, кстати, совершенно бесполезная хрень. Ну и, может быть, в лучшем случае получится наткнуться на какой-нибудь квест, а-ля там кто-то в беде, сходи и помоги. Тут бывают, конечно, редкие исключения, но о них чуть позже. Лично мне с этим аспектом все было понятно еще до выхода игры и после слов Тодда о тысячах планет. Я понимал, что беседка не сможет никак решить проблему процедурно-генерируемой скуки. Я, кстати, говорил про это в своем самом первом видео про Старфилд. И вот опять дядюшка Тодд за свои сладкие речи получил очередную дозу хейта в адрес себя и игры. Ой, дурак. В игре есть и менее серьезные минусы, которые объединяют сразу несколько аспектов игры, но по ним вкратце можно высказаться так. Старфилд, к сожалению, не сильно далеко ушла от предыдущих игр беседки, если говорить об искусственном интеллекте, подаче истории и интерфейсе. Это такие стандартные проблемы всех игр беседки, которые повторяются от игры к игре уже больше 13 лет. Компьютерные болванчики ведут себя на уровне врагов в Skyrim или Fallout 4, а если как бы Fallout 4 мы еще могли это простить и бы там всего 5 лет прошло после предыдущей игры, то Старфилд уже нуждался в хорошем таком апгрейде искусственного интеллекта, чего беседка делать не стала, и за это ее смело можно ругать. Также устаревшим в игре является интерфейс, который всегда и везде у беседки был страшно неудобным и неинформативным. Кроме того, тут бывают какие-то кривые дурацкие моменты, типа отображение космического интерфейса только в 30 фпс. Почему никто не подумал, что это как бы кровь из глаз, да, и теперь мы вынуждены качать моды, чтобы это исправить, я не понимаю. Слово о модах, да, благо и искусственный интеллект, и интерфейс вполне удачно правят моды. Скачка и установка модов вообще стандартная тема, которая по умолчанию как бы идет, когда ты качаешь игру в беседке. Мы до дела исправили некоторые раздражающие моменты, ну, например, эти ебучие замки, с которыми надо постоянно дрочиться, особенно на высоких сложностях. Это может быть весело первые 10 раз, но на протяжении всей игры это начинает жутко бесить и раздражать. И для решения этой проблемы есть, например, отличный мод, который называется Изи Дигипик. Нет, не Дигипик, Дигипик! А вот чего моды точно не смогут исправить, так это беседковский стиль подачи нарратива, где напрочь отсутствует какая-либо кинематографичность или экосцены. Я вот думаю, что подача сюжетов, даже больших квестов, на 90% через диалоги и 10% через заскриптованные сцены, это крайне устаревший метод, который уж очень грустно смотрится в 2024 году. Некоторые заскриптованные сцены пытаются выглядеть эффектно, однако получается, что у них всё равно не очень. Тут неплохо бы беседке снова обратить свой взор на тех же CD Projekt, которые смогли сделать игру от первого лица очень зрелищной и кинематографичной. Но беседка, к сожалению, как всегда. В итоге некоторые не самые интересные квесты из-за подобной подачи превращаются в монотонные, затянутые побегушки с совершенно неинтересными диалогами. Это, кстати, касается и большей части основного сюжетного квеста, который в первые несколько часов настолько неинтересен, что люди вообще не понимают, что в этой игре может быть интересного, если в ней такой унылый сюжет. И вот после описанных мной недостатков, многие подумают, ну игра же, ну полное говно. Но это не так. Именно во всех этих недостатках, а также в разочаровании, которое многие ощутили, поиграв в Старфилл после завышенных ожиданий и за лжи дядюшки Тодда, во всём этом и скрыт ответ на вопрос, почему многие люди не поняли Старфилл и не увидели в нём вообще никаких плюсов. Ну да, ну да, пошёл я нахер. Однако плюсы в игре были даже на старте, а спустя год к ним прибавились новые. И вот если вы способны концентрировать своё внимание не только на плохом, но и готовы получать удовольствие от хорошего, эти плюсы помогут вам получить удовольствие от этой игры. Да, Тодд и Беседка очень постарались скрыть от нас достоинства игры за общей кривизной и технологическим несовершенством. Но лично мне было совсем несложно их увидеть, так как изначально я ждал от Старфилла значительно меньше, чем большинство. И вот вам ответ на вопрос, что же есть хорошего в Старфилл, спустя год после релиза? Для начала мне сразу хочется сказать одну важную вещь. Многие сравнивают Старфилл почему-то со Скайримом. Говорят, вот, смотрите, в Скайрим люди играют до сих пор же, сколько лет, а Старфилд никому не нужен, онлайн у Скайрима выше и так далее. И несмотря на все недостатки Старфилда, мне кажется, что это сравнение совершенно некорректное. Прежде всего, потому что Скайрим является уже пятой частью франшизы свиков. Это огромная вселенная с богатой историей. А учитывая, что Беседка выстраивает свои игры как раз вокруг лора и вселенной, Скайрим в любом случае будет тут выглядеть сильнее. У него будет больше поклонников и больше внимания. Лично мне кажется, более правильным будет сравнивать Старфилд, например, с Fallout 4. И мне кажется, что она по многим аспектам Старфилду как раз проигрывает. Об этом я чуть позже расскажу. Но при этом я напоминаю еще раз, что четвертый Fallout точно так же хейтили на старте. А сейчас же Fallout имеет очень положительные отзывы в стиме. И вот какой тут на самом деле вопрос. Есть ли что-то в Старфилд, что поможет ему со временем так же вылезти из негатива? Меня опять терзают смутные сомнения. Ладно, если серьезно, как я говорил в самом начале видео, тут все не так просто. И несмотря на то, что Тот и Беседка очень постарались в последнем DLC уничтожить мое желание дефать Старфилд, я все же расскажу о плюсах игры, которые многие не захотели замечать из-за недостатков. А потом расскажу, как некоторые минусы игры, которые были актуальны на старте, с течением года после релиза были исправлены. И первое из того, что мне хотелось бы упомянуть, что они оценили в игре, это физика. Да, можно ругать движок Беседки за загрузочные краны, но никто не будет его ругать за физику объектов и огромный уровень интерактивности мира. Практически все можно потрогать, почти каждый объект имеет вес, а в Старфилд еще и добавили невесомость, которая реализована просто отлично для такой большой игры. Причем касается это и передвижения главного персонажа в невесомости, и взаимодействия с объектами. А бои в невесомости это вообще отдельный вид удовольствия. Тела очень зрелищно отлетают от выстрелов, отдача тяжелого оружия отбрасывает нашего героя назад, от взрывов разлетаются окружающие предметы, все это вместе выглядит просто отлично. И в наше время, когда реально большая часть разработчиков просто хрен кладут на физику объектов, Старфилд очень выгодно смотрится на их фоне. И вот этот явный плюс в игре просто никто не заметил. А заунылостью и долгой раскачкой основного квеста для многих потерялись и великолепные квесты фракций. Мало того, что они довольно продолжительные и разнообразные, в них также очень хорошо раскрывается лор вселенной, есть классные персонажи, и в целом они очень хорошо делают свою работу. При этом по тону и атмосфере квесты тоже очень разные. Есть и вестерн, отдающий атмосферу фаллаута, есть и хорро про агрессивную форму инопланетян, местами напоминающий Дэдспейс. Есть и остросюжетный детективный боевик с заданием под прикрытием, где надо вжиться в роль пирата, и при этом в конце ты можешь выбрать, с кем остаться, ведь решения в квестах часто ведут к разным последствиям. Это, конечно, не ведьмак, но для беседки есть определенный прогресс в плане нелинейности квестов. О истории беседка всегда умела рассказывать, и даже с ее примитивной подачей проходить квесты все равно интересно. Это та самая магия беседки, которую они пока что до конца не растеряли. Ура, побега! Кроме фракционных квестов мне попадались и просто интересные сайт-квесты на рандоме. Вот вроде бы мир вокруг по большей части однообразен, но периодически игра внезапно подкидывает тебе что-то реально увлекательное, и это держит процесс исследования этого мира интересным. Часто бывает классическая ситуация, что ты летишь по одному из своих заданий, а по пути натыкаешься на второе. К примеру, один раз я просто летел к очередному храму, чтобы забрать силу артефакта, но по пути наткнулся на просьбу о помощи. Сигнал шел с одной из планет, системой, которая, ну, как бы просто находилась по пути моего следования. Я приземлился и обнаружил целую колонию клонов различных знаменитостей, где были там президент США Франкен Рузель, Чингис Хан, нехило поехавший головой, царица Египта Манерена и другие интересные личности. И нашему герою предстоит там решить конфликт, выяснить вообще цель всего этого эксперимента с клонированием и определить судьбу всей колонии. К сожалению, таких вот побочных интересных квестов не так много, но они есть и они реально очень хорошо развлекают. Следующий плюс очень многие оспаривали, но я еще раз про него скажу. В игре хорошая графика. Да, она не без недостатков, да, анимации иногда слабоваты, да, генерируемый ландшафт на планетах и особенно растительность часто выглядят убого. Однако, если говорить об освещении, о текстурах, ну например одежды, о том, как выглядят ведущие персонажи, о пейзажах, то графика в игре все же производит хорошее впечатление. Но из-за общего негативного фона в восприятии игры почти никто не хвалит эту игру за графен. Тем временем интерьеры помещений в игре выглядят сильно лучше многих других игр. Все очень детализировано и насыщенно, но это никто не замечает. Хотя, если честно, мне уже не хочется никого в этом винить, потому что беседка реально сильно постаралась, чтобы никто этого не замечал. Кроме того, я хочу выделить моменты, где у беседки произошел реальный прогресс по сравнению с предыдущими играми и в частности Fallout 4. Таких моментов не очень много, но они есть. Например, система диалогов в Старфилд лучшая со времен, ну наверное, Морруинда. И уж, конечно, сильно лучше того кастрированного Калла, что был Fallout 4. Понятно, это все еще не Ведьмак, опять же, и даже не игры Байовэр, но над собой беседка тут явно выросла. Есть и нелинейные моменты, и дополнительные варианты, в зависимости от особенностей и истории вашего персонажа. И пусть и довольно дурацкая, но все же система убеждения. Ну согласитесь, по сравнению с предыдущими играми тут явный прогресс. Даже мод не хочется ставить, чтобы исправить косяки за беседкой. Вот это да. Кроме диалогов, у беседки стало поинтереснее со стрельбой. Не все пушки в игре интересны, но они сильно отличаются, плюс у них довольно неплохая кастомизация. Которая, правда, немножко портится замороченностью крафта обвесов, который, как по мне, слишком усложнен. Хочется исследовать мир, искать новые пушки, пробовать, и тут беседка снова смогла прогрессировать по сравнению с тем же Fallout. Ну и напоследок я упомяну то, что в играх беседки и так всегда было на высоте, но никто почему-то это не отметил в Старфилде. У игры действительно интересный и богатый лор. Это касается и политической жизни, и в целом истории вселенной. История нашего мира от времени, в котором мы сейчас с вами живем, до событий игры. Да, это не Вархаммер 40 тысяч, конечно, но в любом случае вполне достойный уровень богатства лора. Не стоит забывать, что беседка писала его с нуля. И единственное, наверное, в чем они прочитались, как по мне, это отсутствие разумных инопланетных рас. Да, тут есть агрессивная инопланетная форма жизни, да, есть различные животные на планетах, но я вообще не понимаю, почему они не добавили разумных инопланетных существ со своей историей и политическими интересами. Это прям как-то странно выглядит, даже, ну, как-то неправдоподобно, что ли. Агент Малдор бы не одобрил. И вот эти плюсы были у игры уже на старте, но, как я говорил ранее, за год после релиза также была проделана и некоторая работа над ошибками, за которую можно беседку похвалить. Да, исправлений не так много, как нам хотелось бы, однако они есть, и некоторые из них действительно довольно масштабные. С момента релиза в игре заметно была улучшена оптимизация, я, правда, не могу сказать, что она и раньше была какой-то прям ужасной, но все же некоторые проблемы наблюдали. Сейчас же их количество свели к минимуму. Плюс добавили в игру DLSS, слава тебе, господи, нормально, а также расширили в целом настройки, добавили возможность настраивать фов, и поправили огромное количество ошибок. Starfield и на старте-то был, наверное, самой незабагованной игрой беседки, а уж на фоне их предыдущей Fallout 76, так он вообще вышел без багов. Но после исправления спустя год, я с комфортом играю в Starfield на максимальных настройках, с DLSS на качестве, без каких-либо просадок в 4К. И за это большое спасибо. Геймплейных изменений в игре еще больше. В игру добавили тонкую настройку уровня сложности, причем чем сложнее вы себе настроите игру, тем больше бонуса к опыту вы получите. Что-то похожее я видел в серии Forza Horizon, например. Это тоже достойно похвалы. Кроме этого, в игру после шквала критики все-таки добавили карты планет. И это значительно упрощает навигацию, особенно это касается крупных городов, где теперь можно быстро перемещаться по всем посещенным местам. К сожалению, через загрузочные экраны, но тут что поделать. И на других планетах, на которые вы приземляетесь, также есть теперь карта, где вы также можете использовать быстрое перемещение. И это очень важный шаг беседки к уменьшению уровня духоты в игре. При этом он не единственный. Самое заметное дополнение к геймплею вот этот замечательный вездеход Ref 8, который значительно упрощает перемещение по планетам, которое раньше было тягомотным и неинтересным. Плюс делает его еще и веселым, ибо на нем есть прыжковые двигатели, которые развлекают на планетах с разной гравитацией. Теперь мало того, чтобы больше мотивации исследовать саму планету, ибо это не так душно, еще и само передвижение по ней стало довольно веселым. Да, вездеход далеко не всегда работает хорошо, на некоторых планетах передвижение на нем довольно геморройное, однако это все равно в 10 раз веселее, чем то, что было раньше. И вот после всех этих обновлений я зашел в игру и провалился на пару десятков часов. Я просто летал, искал новые квесты, выполнял те, которые не успел закончить во время первого прохождения. И все это время я думал, что игра с недостатками, но она не так уж плоха, как все ноют в интернете. Я действительно получал удовольствие от игры даже спустя 100 часов. И тогда у меня возникла идея видео из серии вы не поняли Старфилд. Где бы я рассказал вам, что в игре есть и плюсы, что беседка, вот, постаралась, подвезла исправление. А вы бы тем временем в комментариях меня обвиняли в получении чемоданов и вылизывании сзада Тодда Говарда. Оу май. Однако, как вы уже заметили, называется это видео по-другому. Да, я до сих пор не думаю, что игра какая-то прям очень плохая или провальная, но репутация у Старфилд просто отвратительная. Я бы очень хотел, чтобы это была очередная игра, которую можно отмыть от говна и вывести на положительные отзывы, как это было с предыдущими играми беседки, но, скорее всего, этого уже не случится. На это есть причины, о которых я вам расскажу сразу после небольшого обзора последнего дополнения к игре. Начать бы мне хотелось с того, что к выходу этого DLC не проводилась вообще никакая рекламная кампания. Многие вообще в душе не знали, что вышел какой-то DLC к Старфилд. Но на самом деле подобное происходит уже не в первый раз. С дополнением Fallout 4 под названием Far Harbor происходило в свое время нечто похожее. Она тоже вышла как-то тихо и незаметно, а я лично узнал о нем спустя несколько месяцев совершенно случайно. И да, учитывая репутацию Старфилд, большинство людей положили огромный болт на какие-либо дополнения к этой игре. Но не я. Напоминаю, что я в свое время заплатил за делюкс издание 8000 рублей. Сделано это было в основном, чтобы получить ранний доступ к игре, но я все же хотел попробовать и дополнение, которое должно выйти через год. И вот я прошел его. И что же я могу сказать? Ну это просто постная хуйня какая-то, бля. Да, я не возлагал большие надежды на это дополнение, но я ждал приключения хотя бы на уровне фракционных миссий. И основной сюжет дополнения реально пытается казаться масштабным и интересным, но выходит у него это... Не очень! Бля, барад, наверное, скоро будет скажем в моем видео. При этом начинается основной сюжет довольно бодро. Мы натыкаемся на брошенный корабль дома Варун, где нет экипажа. А вместо него везде снают какие-то призраки. Некоторые агрессивные, а некоторые еще в своем уме. Вот мы пытаемся выяснить, что же здесь произошло и летим на планету дома Варун. А потом, блядь, становится так скучно, что я уже почти не помню, что там происходило. После приземления на планету темповое вставание резко спадает. Нам сначала дают три рутинных задания помочь трем разным домам, которые, собственно, и составляют весь дом Варун. И поначалу даже кажется, что все нормально. Нас просто еще больше знакомят с лором игры и истории дома Варун, про которые в оригинальной игре мы узнали крайне мало. В течение этих миссий даже поднимаются разные социальные вопросы. Присутствуют также политические интриги. Однако при дальнейшем прохождении выясняется, что вот эти три задания никакая не раскачка, а уже две трети сюжета дополнения. То есть и миссия, которую я принял за ознакомительный, на самом деле являются практически основным контентом сюжетного дополнения. Последняя треть, мало того, что не особо интересная, еще и довольно линейная. Вроде бы разный выбор в конце в итоге ведет к одному финалу. Короче, весь сюжет дополнения проходится часик за 3-4 и тянет, ну максимум, на неплохую побочку, но до фракционных квестов вообще не дотягивает. И после его прохождения нам остается несколько дополнительных квестов поселений и все. Весь контент дополнения можно посмотреть реально за несколько часов. Плюс с барского плеча, его величество Тодда нам дали целых 3 новых вида оружия и 3 новых сет брони. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных. Короче, из плюсов этого дополнения я могу выделить разы что визуал планеты Варункай, да и упомянутые мной лорные детали. Но это все. И вот вы знаете, что выпустили бы они это дополнение бесплатно, так вообще никаких претензий бы к ним не было. Наоборот, я бы их похвалил. Круто. Добавили новый квест, добавили новую локу, вроде как сделанную вручную. Новые небольшие дополнительные квесты, немного брони и оружия. И вот тогда беседка получила бы уважение. Пусть и контент, не сказать, что прям первого качества, но как бесплатное дополнение было бы просто отлично. Однако беседка запрашивает за это скудное ТСИ целых 30 долларов. Сколько? Да, бабуль, 30 долларов. Да ты что, охуел, блядь, сука? 30 долларов за короткую сюжетку, несколько квестов и чуть-чуть нового оружия и брони. Новых игровых механик не завезли, но раз что дали возможность крафтить гранаты. Ну это же просто смешно. Такие дополнения продавать нельзя. Это какой-то скам. План скам. И вот здесь мы плавно переходим к ответу на вопрос, как же беседка проебала Старфилд. Дело в том, что я уверен, Старфилд можно было бы спасти, вытащить из негативных отзывов и отмыть ее репутацию, если бы Бефезда принимала правильные решения. И самое обидное, поначалу казалось, что беседка так и делает, что они начали потихоньку исправлять некоторые моменты игры, которые критиковала комьюнити. Если бы они продолжили идти по этому пути, у Старфилд мог быть шанс. Ведь несмотря на все ее недостатки, я не могу назвать Старфилд плохой игрой или откровенной халтурой. Прежде всего, в ней есть то, за что мы любим игры беседки. В ней есть богатый лор, интересные квесты фракций, чувствуется какая-то жизнь в этом мире, и вселенная, несмотря на тысячи пустых и не особо интересных планет, все равно кажется живой. Кроме того, в игре действительно много контента, разных возможностей, механик, в ней есть интересные моменты и места для исследования, есть неплохая боевка, физика и красивые виды. И пусть тот с беседкой пытались мне помешать, я все же получил от игры изрядную долю удовольствия. Я наткался на небольшие интересные квесты, которые меня удивляли и забавляли. Я прошел с удовольствием не менее интересные и очень продолжительные фракционные квесты. Я даже иногда просто бегал по планетам, исследовал их, искал, что же может быть на них спрятано, кроме аванпостов и однообразных пещер. И иногда я даже находил что-то вроде мини-квестов, пусть и довольно примитивных. Я купил несколько квартир и даже еще не успел обставить их. Я обзавелся приличным количеством кораблей, некоторые из которых я украл. Я даже женился на Андрея. Ха! Гей! Андрея, не Андрей. И вот после всего этого я честно вам могу ответить на вопрос, стоит ли играть в Starfield 2024 году. Если вы любите игры-беседки и способны оценивать не только недостатки, но и достоинства, попробуйте дать игре шанс. Вот только дополнение не трожьте, оно вам не нужно. Однако, я согласен, что в Беседке надо ускорять развитие ключевых аспектов в своих играх, что надо прогрессировать по даче кистов, что надо менять этот устаревший движок, что надо поменьше сладких речей при рекламной кампании игры. Чтобы люди не разочаровывались почем зря. Серьезно, Тот, хватит каждый раз обещать нам очередную революцию, когда мы эволюцию-то не везде по итогу получаем. Есть же пример Шона Мюррея, который усвоил урок, который перестал обещать и начал делать. В итоге он и Hello Games довели до ума No Man's Sky, которая на релизе была уничтожена из-за своего состояния. А тут, когда уже кажется, что Беседка все-таки встает на путь исправления, выпускает какие-никакие улучшения и пытается реабилитировать себя и игру, выходит это всратая DLC за 30, мать его, долларов и все портит. Понятное дело, что народ подобный ход не оценил и дополнение заслуженно уничтожили в отзывах в Стиме. Ладно, хуй с ним. Хуй с ним. А ведь еще раз, у игры действительно был шанс. Ну сами подумайте, ведь даже учитывая огромную волну хейта и недовольства, большинству геймеров игра все-таки понравилась. Несмотря ни на что, в Стиме положительных отзывов все равно больше половины. На метакритике у игры от юзеров почти 7 баллов. И вот если бы Беседка просто послушала свое комьюнити и помогла бы игре вылезти из этого говна и отряхнуться, все были бы в выигрыше. Если бы Беседка смогла понять, что дополнение у них вышло ну такое себе и просто выкатить его бесплатно для всех. А владельцам делюкса здания пообещали бы ну что-то новое, что-то другое. Хуй себе. О такой. Но, к сожалению, мы тут видим, что Беседка сильно стараться не хочет. А возможно, Старфилд уже не сможет оправиться от того самого плохого первого впечатления. От того, как разочарованные люди решили, что эта игра ну дерьмовенькая. Может быть, тот думает, что раз у предыдущих игр, которые также критиковали на выходе, получилось вылезти дерьмо, то получится и у Старфилд. Но шансов на это с подобным отношением к самому комьюнити и своей же игре все меньше и меньше. Ну это, конечно, печально. Это печально. Страшно становится и за следующие игры Беседки, которая так упорно не хочет развиваться, которая упорно не хочет замечать, что многие их фирменные фишки устарели, что нужно совершенствоваться, что нужно слушать свое комьюнити. Страшно также становится от некоторых заявлений работников Беседки. К примеру, недавно в Твиттере дизайн-директор Бефездо Эмиль Пальяруло вроде бы писал сначала правильные вещи. И он заявил, что никто в Бефездо не хвалит друг друга, игнорируя игроков, и пообещал, что Бефездо продолжит улучшать игру. Но погодите, пока раскатывать губу, ибо позже он пишет. Если кому-то понравился Старфилд, но они не играли в Шаттер и Спейс, то, по моему мнению, они многое упустили. Поверьте мне, которому нравится Старфилд и который сыграл в это дополнение, это неправда, вы ничего не потеряете. А слова разрабов пока остаются просто словами. Ведь всем известно, что... Мужчина определяется делом, а не словом. И вот именно так, не разобравшись, в каком положении находится игра, сделав пару шагов к исправлению проблем, но потом обосравшись с новым дополнением и выкатив эту халтуру по цене в половину игры, Бефездо и просрала свой последний шанс спасти Старфилд. Я могу и ошибаться, я не эксперт, это просто мое мнение, даже немного эмоциональное. Возможно, провал этого дополнения поможет понять наконец, что игру нужно спасать и исправлять. Хотелось бы верить, но верится не очень. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой ситуации, что вы думаете про беседку, что вы думаете про это отвратительное дополнение. Это мое самое долгое видео, я очень сильно устал, когда его делал, прошу оценить это лайком, там подписка, если вы еще не подписаны, к телегу там обязательно проходите, и на твич тоже. Я пошел отдыхать, а вам желаю хорошего вечера и хороших игр. С вами был Марадер 120 гигабайт, жёсткий всем респект. Пока.